Бассейн спортивного комплекса «Юность» признали аварийным несколько лет назад. Тогда же и приступили к демонтажу. Но денег не хватило и работы остановили. Разморозить стройку удалось лишь в 2016-м. Тогда детскую спортивную школу закрыли на реконструкцию. Спустя почти год она предстала в обновленном варианте. Большое спасибо президенту нашей республики, правительству нашей республики, мэрии нашего города за то, что бассейн, в котором я начал плавать, реконструировали и наконец сегодня открывали. Спасибо. 135 миллионов рублей из республиканского бюджета. Такова цена масштабной реконструкции. Фундамент стены перекрытия от старого комплекса осталось лишь название «Чаша бассейна». Именно здесь когда-то Александр Красных постигал азы плавания. Сегодня он в числе почетных гостей и первых пловцов на водной дорожке. Семь отделений по восьми видам спорта. Бокс, дзюдо, картинг, настольный теннис, кикбоксинг, плавание, тяжелоатлетика, шахматы. 27 тренеров-преподавателей и все шансы на то, что спортивное будущее Бугульмы будет большим. Бугульминский район и город Бугульма по праву является одной из самых лучших кузнец спортивных кадров. Нам есть с кем гордиться. И это огромный шаг вперед, шаг к победам, которым мы еще обязательно будем завоевывать. Дворец единоборств уникальный в своем роде. Подобных ему на юго-востоке Татарстана пока нет. Он полностью адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. За какое короткое время, получив финансирование, сделать объект практически мирового уровня. И это для детей, это для школьников, для студентов и для жителей. Греко-римская борьба, дзюдо, кёкусинка и три самых популярных на сегодняшний день единоборства у бугульминцев. Ежегодно ими занимаются 500 воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Факел». Лучший из них день торжества получили грамоты. Ирина Герасимова, Наталья Быстрова, Дмитрий Архангельский. Новости Юго-Востока. Бугульма. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нём узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».